Пятый лунный день. Ключевые слова, трансформация, изменение, интегрирование, объединение, увеличение нагрузки. Основные свойства дня единорог, вещи-зверь, питающийся золотыми яблоками с древа. Способен к изменению своего вида и может предсказывать будущее, выполнять желания человека, способного его укротить. День лукавства, обмана. Третий час ночи и дня, недобрые. Сны сбываются в течение ста дней. Связан с переходом от тельца к близнецам. Символизирует поглощение, усвоение, трансформацию, переход в новое качество. В целом пятый лунный день – хороший и благоприятный день. Символом дня является единорог, означающий силу разума и тела, чистоту и целомудрие. И его влияние сказывается на характере дня. Все, что связано с духовным развитием, с самосовершенствованием сегодня только приветствуется. Это могут быть духовные практики или медитации, анализ своих и чужих поступков, работы над осознанностью. День как нельзя лучше подходит для развития в себе высших качеств, таких как любовь и всепрощение. Благоприятно сказывается работа над чистотой мыслей и желаний. В этом может помочь чтение молитв и пение мантр. Помимо духовного развития пятый лунный день подходит и для физического совершенствования. Хорошее влияние оказывают физические нагрузки. Особенный эффект имеет занятие йогой. В то время, когда происходит расслабление не только тела, но и разума. Выполнение осан способствует приобретению внутренней гармонии и мира, позволяет достичь умиротворения. Благодаря переменам, происходящим на духовном плане, в этот лунный день значительно обостряется чувствительность. И это открывает возможность более чутко разбираться в людях. Вы можете достаточно точно определить тех, кто мешает, а кто способствует вашему развитию. Как и во второй лунный день, сегодня ваша интуиция распространяется и на пищу, среди многообразия которой вы можете выбрать полезные для вас продукты. Пятый день лунного месяца испытывает на себе влияние сразу двух знаков, тельца и близнецов. И если знак тельца придает дню решительность, развитие, силу, близнецы наделяют его двойственностью и противоречием. Выражаться это может как возникновение различных соблазнов или резкая смена состояний, от комфортного к суетному. Важно в этот момент внимательно к себе отнестись, отказаться от всего плохого и суметь сохранить духовную чистоту. Символ дня, единорог, олицетворяющий совершенное добро, неподкупность и достоинство, наделяет день этими характеристиками. А потому именно сегодня отстаивать свои убеждения и принципы так легко. Благое дело, начатое в этот лунный день, желательно закончить. Иначе это может обернуться неприятностями. Согласно поверью, в этот день лунного месяца благоприятно поплакать. Причем не только во сне, но и наяву. Слезы – это знак того, что происходит очищение души. Пятый лунный день – один из самых важных в первой лунной фазе. Поскольку является днем трансформации, внутреннего изменения. В некотором смысле, можно сказать, что это переломный период первой половины лунного месяца, так как именно в это время происходит переход всего сделанного за предыдущие четыре лунных дня в осязаемую, материальную форму. В эти лунные сутки нужно быть особенно внимательным ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Все, что сегодня будет помысленно, обязательно обретет свое реальное воплощение. Единорог не случайно выбран символом этого дня, поскольку обозначает верность долгу и принципам. Согласно легендам. Он появляется перед человеком только тогда, когда того ожидает какое-либо важное изменение, какой-то существенный шаг вперед в духовном развитии. Пятый лунный день – один из самых важных в первой лунной фазе. Он является днем трансформации, внутреннего изменения. Можно смело утверждать, что это – переломный период в первой половине лунного месяца. Так как именно в это время происходит переход всего сделанного за предыдущие четыре лунных дня в осязаемую, материальную форму. В эти лунные сутки нужно быть особенно внимательным ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Все, о чем вы сегодня подумаете и пожелаете. Обязательно обретет свое реальное воплощение. Пятый день лунного месяца – время глобальных изменений. Все, что с вами будет происходить в данный период, нужно рассматривать как процесс превращения куколки в бабочку. Даже если вам будет казаться, что все разрушается, не отчаивайтесь. Куколки, превращающиеся в бабочку, тоже кажется, что она умирает, а на самом деле просто происходит изменение, переход на новый, более качественный уровень существования. В период трансформации очень важно суметь привести в гармонию различные энергетические потоки. Уравновесить в себе противоположности. Это время синтеза, сплавления диаметрально противоположных явлений человеческого существа в единое целое. То, что будет дано вам в пятые лунные сутки, следует рассматривать как самый необходимый материал для вашего духовного роста. И даже если этот материал покажется вам совершенно не соответствующим данной ситуации, отказываться от него ни в коем случае нельзя. Если вы хотите сделать кардинальный шаг вперед в своем развитии, постарайтесь соединить в себе различные парадоксы. Только человеку с узким сознанием и примитивным мышлением вещи кажутся разъединенными. Человеку с расширенным сознанием все видится как единое целое, он способен понять, что любые вещи взаимосвязаны. Противоположностей не существует, есть только дополнения. Черные и белые, тьма и свет, явления не противоположные, а взаимодополняющие друг друга. Это отмечено во всех без исключения духовных учениях. Не удивляйтесь, если в эти лунные сутки вам будет то хорошо, то плохо, то спокойно, то суетно. Воспринимайте смену этих состояний как естественные этапы обновления вашего существа. Самое главное, не зацикливайтесь на каком-то одном чувстве. Всеми силами старайтесь сохранить золотую середину, и тогда пятый лунный день станет для вас той самой купелью. Окунувшись в которую, вы выйдите очищенным и обновленным. Пятые лунные сутки предназначены для того, чтобы вы смогли то, что у вас есть, будь то нечто материальное или духовное, духовное, в особенности, вывести на новый уровень. Вам предстоит соединить все в единое целое, а не оставлять в виде разрозненных вещей, сваленных в общую кучу. Это самое подходящее время для того, чтобы побыть наедине с самим собой. Постарайтесь ограничить внешние контакты до минимума. Дело в том, что в период трансформации личности иногда случаются некоторые непредвиденные и в какой-то степени неадекватные реакции на происходящее. Контролировать эти реакции очень трудно, а по час невозможно. Для чего провоцировать людей на конфликты и ссоры? Лучше побыть дома или среди верных друзей. Тибетская астрологическая школа, например, считает, что в этот лунный день преобладает безнравственность, а добродетельные поступки обречены на провал. Многие астрологи также сходятся во мнении. Что в пятые лунные сутки желательно воздержаться от энергетической практики, а также от работы с деревом, будь то резьба по дереву или работа в саду. Все, что в пятый лунный день покажется вам помехой, на самом деле, очередная ступень вашего развития. Поэтому нужно найти в себе силы осознать данный факт и использовать его для своего внутреннего роста. Ничего лишнего и ненужного в этот период не бывает. Будьте чисты в своих помыслах. Проанализируйте поступки окружающих. Постарайтесь разобраться, кто свой, а кто чужой. Таким образом вам удастся отсечь чуждые вам посторонние влияния. Доведите до логического завершения свои благие намерения. На пятый лунный день нельзя оставлять добрые дела незаконченными. Незавершенное добро может обернуться для вас неприятностями и даже болезнями. Избегайте проявлений недоброжелательности к людям. Приветствуется творческая активность, упорство в достижении целей. Если вы считаете себя человеком принципиальным, луна будет на вашей стороне. На пятый лунный день вы достигнете успеха в деле защиты своих идеалов и жизненных принципов. Вообще всякая борьба за правое дело будет результативной. Правдолюбом в этот день дается зеленый свет. Все, что в пятый лунный день покажется вам помехой, на самом деле только очередная ступень в вашей лестнице развития. Поэтому нужно найти в себе силы осознать данный факт и использовать его для его внутреннего роста. Ничего в этот период лишнего и ненужного не бывает. Очень хорошо о пятых лунных сутках сказано так, если человеку удается понять, что встающие на его пути препятствия неразрывно связаны с его собственным внутренним состоянием, что они – последствия его собственного выбора. То препятствия эти перестают мешать, а напротив, помогают двигаться более эффективно. Идти по шпалам тяжело и неудобно, а для того, чтобы ехать на поезде, нужны рельсы, лежащие на тех же самых шпалах, и каждая из них работает на вас и совершенно необходимо. День импульсивный. Но неплохой. Хорош для дороги. Это день питания, нельзя себе отказывать в еде, но не переедать. Не голодать. В этот день, символизирующий начало освоение пищи и ее трансформацию, следует уделять употребляемой пище большое внимание. Это единственный день. Когда пища, в смысле астрального каркаса, сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет, так поступают йоги, они понемногу покупают всего на базаре и едят. В этот день надо насытиться, но не переедать. Как основа питания предпочтительнее молоко и творог. Единорог – символ волшебного изменения, именно поэтому он использовался в алхимической традиции как знак, обозначающий трансмутацию элементов, то есть их изменения. Также и астрологи решили сделать единорога символом пятых лунных суток, так как они непосредственно связаны с трансформацией. Образ данного мифического животного указывает на то, что сейчас перед вами открывается возможность не просто показать себя с другой стороны, а действительно стать другим человеком, перевести свое дело на новый, кардинально иной уровень. Базовая информация, главное, на что следует обратить внимание в пятые лунные сутки – стремительное преобразование. То, что еще вчера казалось незыблемым, неизменным. Сегодня неожиданно начинает меняться в ту или иную сторону. И в первую очередь это касается межличностных отношений. Говоря проще, сегодня есть шанс, что ваши враги могут стать друзьями, а среди друзей появятся предатели. Так что вам следует быть готовыми к таким метаморфозам. Не обязательно, что будет именно так, но, тем не менее, такая возможность реально существует. Помимо всего прочего, вам также необходимо обратить самое пристальное внимание на такую важную вещь, как способность меняться адекватно изменяющимся событиям. То есть вам необходимо понять, что изменение – это пластичное действие, а не ломка, не насильственный переход от одного к другому. День связан с определением цели, а потому в этот день лучше всего планировать какие-то перемены в жизни. День более благоприятен для людей, способных все взвесить и обдумать заранее, чем для людей легкомысленных. Потому что им, скорее всего, в этот день не повезет. Пятый лунный день подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Влияние на личность. Пятый лунный день – это день проверки на верность принципам и взглядам. В этот день удается все. Если проявить активность и уверенность, если же присутствуют сомнения, то лучше отложить решение важных вопросов на другой день, так как нерешительность может создать лишние проблемы. Рекомендованы верность принципам и долгу, трансформация, изменение, интегрирование и объединение, а также увеличение нагрузки. Желательно заняться сбором нужной информации, обращать внимание на употребляемую пищу, удачно сложатся путешествия и построение планов на будущее. День может предсказать будущее, выполнить желания человека. Предупреждение, не рекомендуется вступление в брак. Не совершайте недобрых поступков. Если вам тяжело, не взваливайте тяжесть на близких и окружающих, а примите происходящее, как данность. Любой преступный незаконный замысел будет раскрыт и повлечет за собой соответствующее наказание. Не рекомендуется отказывать себе в еде или переедать, употреблять животную пищу и поддаваться соблазну.